Добро пожаловать в Рим! Ну что, друзья, вы готовы к новой прогулке по вечному городу? Сегодня наша прогулка будет просто легкая прогулка по городу, без истории и истории. Я покажу вам атмосферу города. Мы прогуляемся по тенистым улицам, попьем воды из римских фонтанов, посидим у фонтана Креви, понаблюдаем за туристами. Мы дойдем до пантеона, где я расскажу, какие нужно иметь документы, чтобы попасть внутрь храма. И в конце видео покажу место в Риме, где можно сделать бесплатный тест на COVID. Август – самый жаркий месяц в году. Сегодня температура поднялась до плюс 42 градусов. Было очень жарко. Поэтому, когда летом будете планировать поездку в Рим, хорошо подумайте, прежде чем купить билеты на август. Очень тяжело находиться в раскаленном городе. В такую погоду хочется отдыхать на море. Я уже считаю дни до нашего отпуска. Мы сняли домик у моря и решили весь отпуск провести на берегу Адриатического моря. И мы не единственные. Все итальянцы в августе закрывают свои магазины, бары, рестораны, офисы и уезжают на море или в горы. Поэтому, если вы приедете в Рим в августе, а особенно в конце августа, то не сможете почувствовать атмосферу города. Местных жителей в это время в городе очень мало. В основном гуляют только туристы. Несмотря на то, что из-за коронавируса долгое время были закрыты границы и не было туристов, итальянцы в этом году не отменили свой отпуск ради того, чтобы наверстать упущенное и немного заработать. Они, как всегда, в августе, не изменяя своим традициям, закрывают свои лавки и уезжают отдыхать. Сегодня я гуляла по Риму по тенистым улочкам. Не пропускала ни одного фонтанчика. Пила, меняла воду в бутылочке, умывалась. По-другому здесь никак. Все мое внимание было сконцентрировано на воде. Как же все-таки хорошо, что в Риме очень много питьевых фонтанчиков. Их насчитывается около двух с половиной тысяч. Вода в Риме очень вкусная. Как видите, очень мало народу на солнце. А вот в тени даже нет места, чтобы присесть на бордюр. Риме очень вкусная. Во всех магазинах, ресторанах и барах работают кондиционеры. Манящая прохлада так и манит зайти внутрь немного охладиться. Давайте и мы зайдем. Магазинов с муранским стеклом очень много в Риме. Их можно встретить почти на каждой туристической улице. Здесь продают сувениры, украшения. Суперлет��. Ид Econom H Ну и, конечно же, в такую жару, кроме воды, еще хочется мороженое. Невозможно сосчитать, сколько видов мороженого существует в Риме. Даже если вы не любите мороженое, вы обязательно должны его попробовать. Я, например, люблю мороженое со вкусом лимона и розмарина, с соленой карамелью и со вкусом сыра пекурина. Субтитры создавал DimaTorzok Фонтан Треви, думаю, не нуждается в представлении. Про него знают все. Даже те, кто не был в Риме, видели его во многих фильмах. Пусть и наш фильм не будет исключением. Такую красоту надо показывать постоянно. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот эта часть фонтана часто ускользает от внимания туриста. А здесь находится фонтан, который называют трубочки влюбленных или фонтан влюбленных. Посмотрите, сколько уже монеток в фонтане. Это говорит о том, что в Риме много туристов, и многие из них загадали желание вернуться еще раз в Рим. Деньги из фонтана идут в благотворительный фонд Торидас. Фонтан влюбленных – сведу небольшое корыце из травертина, помещенное на камне. Чуть выше находятся две трубочки. По традиции влюбленные пары одновременно пьют воду из фонтана, чтобы навсегда быть вместе. А сейчас давайте присядем, немного отдохнем и понаблюдаем за счастливыми туристами. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Когда люди счастливы они так похожи на детей такие искренние в своих чувствах Магазин Bartalucci любят не только дети но и как видите взрослые это магазин деревянных игрушек Как приятно видеть гостей города на улицах Рима На этой улице всегда много людей. Туристы переходят от одной достопримечательности к другой. Здесь также много ресторанов, где можно остановиться, пообедать и поужинать. А во время карантина здесь было страшное зрелище – тишина. Кажется, это было в другой жизни, и хочется как можно быстрее забыть все это. Поведа и по стене я вышла к пантеону. Народ стоит в очереди, чтобы зайти в храм. При входе проверяют грин-пасс и измеряют температуру. Во все церкви Рима вход свободный, без каких-либо ограничений. А вот в храм всех богов решили сделать вход с грин-пассом. Проверяют грин-пасс или результат теста на ковид, и обязательно нужно предъявлять документу, достоверяющий личность. Ну и закрутили же с этим грин-пассом. Тест на ковид действителен 48 часов, цена его 22 евро. Но в Риме есть места, где тест можно сделать бесплатно. В конце видео покажу. После проверки грин-пасса у вас обязательно измерят температуру. Входить в храм в коротких шортиках и с открытыми плечами запрещается, как и во все базилики Рима. Так что женщинам и девушкам советую иметь в сумочке легкий шифоновый шарфик, чтобы прикрыть плечи. Ну а если вы забыли, то его можно купить у торговцев на площади. На пьяцце Делла Ротонда находится фонтан с обелиском и питьевой фонтанчик с тремя носиками. Это самый популярный питьевой фонтанчик. Его итальянцы называют Носоне из-за сходства с носом. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Очень жарко. По пути решила зайти во дворик Палаццо Венеция. Во дворце Венеция сейчас находится музей, и дворик открыт только в часы работы музея. Мне очень жаль, что не всем моим туристам я смогла показать этот удивительный дворик. Наши прогулки начинались очень рано, а в это время дворик еще закрыт. Но если кто-то из вас будет самостоятельно гулять по Риму, обязательно загляните сюда, чтобы отдохнуть от шума и жары. Дворец Венеция находится на площади Венеция. Еще один питьевой фонтан. Этот фонтан в форме шишки. Рим часто называют городом фонтанов. Даже в этом небольшом видео я показала вам сегодня несколько фонтанов и фонтанчиков. Фонтанчиков. Субтитры делал DimaTorzok Я хочу подняться на Капитолийский холм и посмотреть, есть ли очередь в Капитолийские музеи. Очереди почти нет. Проверяют Грин-Пасс и люди заходят в музей. Прекрасный вид на улицу императорских форумов. Прекрасный вид на улицу императорских форумов. Прекрасный вид на улицу императорских форумов. Сегодня и у Колизея очереди нет. В одном месте проверяют Гринпасс, а уже внутри Колизея билет. Возле станции метро Колизей скопилось много народу, чтобы перед прогулкой набрать холодной воды. В этих автоматах вода бесплатная, так же, как и во всех фонтанчиках Рима. У главного входа в вокзал Термини стоит палатка с красным крестом. Здесь делают тест на ковид бесплатно. Часы работы с 8 до 16, но в очереди придется постоять. Возьмите на заметку, может вам пригодится. А я на этом буду прощаться с вами. И до новых видео, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok